Сегодня фойе Зимнего театра пестрила яркими красками костюмы аниматоров и разноцветная школьная форма, которую уже по традиции многодетным и малоимущим семьям дарит сочинская организация Лига женщин МОЗ Добра. История эта началась ровно 10 лет назад, тогда было приобретено 300 комплектов, сегодня больше тысячи. В такой красивой, а главное удобной форме в первый класс пойдут тройняшки Георгий, Григорий и Диана Коршуновы. На форме есть и герб их школы. Подарили замечательную нарядную форму, детям очень нравится, очень хорошего качества. Я как мама многодетная, малоимущая, для меня это просто колоссальная поддержка моему семейному бюджету. Я очень-очень-очень благодарна Лиге женщинам за то, что они есть и все время нас поддерживают. Сарафаны, блузки для девочек, рубашки с длинным и коротким рукавами, брюки, жилеты и галстуки. У каждой сочинской школы свой цвет и фасон. Это всегда учитывает Лига женщин при заказе формы. Шьется все по индивидуальным меркам. Нам хотелось, чтобы дети были правильно одеты, чтобы как раз выполнилась та цель, которую мы перед собой поставили, что дети должны быть все равны в внешнем виде, а знания они уже проявляют свои. За 10 лет Лигой женщин было подарено более 12 тысяч комплектов школьной формы. Ее ребята получили абсолютно бесплатно. И это далеко не единственная помощь от меценатов. Только в этом году сочинские предприниматели «Единороссы» выделили 20 миллионов рублей на ремонт школ. Например, в Лоу и Бардоне за короткий срок местные бизнесмены благоустроили старые школы. Теперь корпуса выглядят красиво, современно и готовы принимать детей. Это яркий пример того, как оказывают помощь наши шефы. Ну и, конечно, не только школы, не только детские дошкольные учреждения, но и сами семьи тоже иногда нуждаются в поддержке материальной. И то, что делала все это время Лига женщин Мозавра, заслуживает огромного уважения. Помимо формы, сегодня больше тысячи детей получили и другой сюрприз. Для них был организован праздничный концерт. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.